Сейчас Этери Тутберидзе является наиболее яркой фигурой на небосклоне нашего отечественного фигурного катания. Девочки хорошие, но они потом не будут прыгать, уже не будут. Мы в юбилейном, где группа Алексея Николаевича Мишина готовится к новому сезону. Здесь на льду все звезды петербургского фигурного катания. Елизавета Доктамышева, Софья Самодурова, Андрей Лазукин и остальные в новом сезоне фигурного катания. Мы не сомневаемся, что новый сезон будет очень интересным и трудным, потому что в женском фигурном катании пришли юниорки, и теперь конкуренция там просто бешеная. И мы пришли, чтобы поговорить не только о текущей ситуации, которая волнует всех, но и о прошлом, настоящем и будущем. Мы сейчас стоим перед дворцом спорта «Юбилейный». Это, можно сказать, дом Алексея Мишина. Сколько лет вы здесь провели? Все время существования дворца спорта «Юбилейный». Здесь нам председатель горысполкома вручал мне и Тамаре Николаевне Москвиной, вручал ключи от этого здания. За время моей работы сменилось, наверное, около 10 директоров. Они были разные, более хорошие, менее хорошие, но все относились к нашему коллективу и к нашему фигурному катанию. Все относились очень-очень позитивно, и я очень ценю Антона Шантеря за то, что он поддерживает нашу школу. И если надо решить быстро оперативный вопрос, приходишь к директору, и вопрос решается на следующее утро. У нас прекрасное расписание, у нас прекрасные условия для внеледовой подготовки. У нас стоят различные тренажеры, крутилки, вращалки. И думаю, что наше городское петербургское фигурное катание, должен сказать, дворцу спорта юбилейный. Всему его коллективу большое спасибо, когда мы здесь в прошлом году праздновали 50-летие, 50-летие нашей тренерской карьеры. И первое, что я сказал, дворец, спасибо тебе. Это место не просто дворец или тренировочная база, это не просто каток, это не просто раздевалки и люди, которые здесь служат. Это место, которое освещено, ну, я бы сказал, гениями современного спорта, гениями фигурного катания. Ну, в первую очередь, конечно, Людмила и Олег, Людмила Белоусова, Олег Протопопов. И, конечно, масса других фигуристов. Я думаю, вся элита отечественного фигурного катания тех времен, они здесь были. И все это пространство, это большой арены, все заполнено их, не знаю, их аурой, их мыслями, помыслами, их стремлениями. Поэтому для меня это место очень важное. И мы здесь, здесь под этими сводами. Сколько здесь турниров просто, сколько чемпионов. Для меня это очень радостное, интересное место. Алексей Николаевич, ну вот здесь у вас действительно столько выросло учеников легендарных. У вас есть некий свой рейтинг любимых учеников? И вот мы на тренировочной базе Дворца спорта «Юбилейный». Это тренировочный каток. И вот вы задали мне очень интересный вопрос. Да, ваши любимые ученики в рейтинг топ-3. Топ-3. Ну, я должен сказать, что такого рода вопрос задаются мне довольно часто. Они немножко, может, по-другому слагаются. Кто более великий, кто такой, кто такой, чем, что общего у них было. Вы знаете, я хочу сказать, что существуют различные алмазы. Шах, кюлинан, мир. И в чем их сходство, и в чем их различие? Химический состав. Их сходство, различие в том, что они совершенно разные и по форме, и по оттенку, и по, не знаю, может быть, прозрачности. Но у них есть одно общее. Они уникальны. Они уникальны. Поэтому говорить о том, Шах или кюлинан, какой алмаз лучше. Так и здесь лучше Плющенко или Ягудин, Туктамышева или Гачинский. Или Самодурова. Урманов или Самодурова. Знаете, это все... Но смотрите, Алексей Николаевич, в любом случае, я думаю, хоть вы об этом и не говорите, но в топ-3 наверняка обязательно попадет Евгений Плющенко. Вы сейчас часто с ним общаетесь? Ну, я хочу сказать, что история Плющенко и Мишин – это история, это чистый гиннес. Почему? Потому что в истории, в ближайшей истории фигурного катания не было мужчины-одиночника с таким количеством наград. Но не в этом уникальность. А уникальность, о которой я сейчас говорю, это, на мой взгляд, в истории вообще современного фигурного катания, по крайней мере, того фигурного катания, которое в моей памяти не было такого длинного сотрудничества, как у Плющенко и Мишина. Многие тренеры говорят так, вы знаете, я совершаю карьеру, и даже ведут подсчет такой. Я никогда этого не делаю. У меня 10 чемпионов Европы, 8 чемпионов мира, 3 олимпийских чемпиона. Я еще столько это, столько это, столько это. А у меня отношение к моим выдающимся спортивным совершенно другое. А какое? Я, например, хочу Лешу Урманову сейчас, по прошествии уже десятилетий, сказать, Леша, большое спасибо, что ты помог мне стать тренером олимпийского чемпиона. Потому что, знаете, говорят, что в чем же тренер, он творит чудеса, один чемпион, другой чемпион. Я должен опустить немножко этот градус этих восторгов на более низкую ступень. Талантливый спортсмен и плохой тренер обыграют бесталантного спортсмена и выдающегося тренера. Поэтому, когда мы говорим о достижениях тренеров, надо обязательно помнить, что в их достижениях большая доля таланта их учеников. Вы видели на льду сына Евгения Плющенко, поскольку просят ему большое будущее, видите ли вы в нем этот алмаз, который был в его отце? Ну, вы знаете, часто спрашивают, когда надо начинать готовить ребенка к спортивной карьере. Ну, вы знаете, еще надо готовить его до его зарождения. Надо разумно вести папе, разумно маме вести, чтобы ребенок был здоровый, генетический кот у него был здравый. На моей памяти есть один спортсмен. Это Букин, сын олимпийского чемпиона Андрея Букина. Вот это один случай, когда выбор родителей на тот вид спорта, в котором они сами были выдающимися атлетами. Андрей Букин – олимпийский чемпион, а его сын тоже показывает высокие спортивные результаты. Можно говорить о нем как о спортсмене высокого международного класса. Если я буду искать второй такой пример, то я хотел бы, чтобы этим вторым примером был бы сын олимпийского чемпиона Плющенко, Саша Плющенко. Я хотел бы, чтобы это так произошло. Алексей Николаевич, а раз уже заговорили о детях, какими качествами должен обладать ребенок-фигурист, чтобы попасть в вашу группу тренироваться? Ну, спросите по-другому. Не вашу группу, чтобы заниматься фигурным катанием, пожалуйста. Именно у вас я хочу. Я хочу узнать именно у вас. Потому что просто заниматься фигурным катанием, ну, это достаточно просто все-таки отдать ребенка, и он будет заниматься. Но попасть к такому тренеру, как вы, наверное, далеко не просто. Ну, вы знаете, чтобы попасть в мою группу, надо, чтобы до этого у спортсмена был бы другой хороший тренер, который его... Когда-то моя мама отдавала в ремонт часы, и мастер назвал цену очень высокую. И моя мама спрашивает, а почему такая высокая цена? А я, вы знаете, беру две цены. За то, что я отремонтирую, и за то, что я их не сломаю. Вот поэтому нужно, чтобы этот ребенок, чтобы попасть потом ко мне, попал к такому тренеру, который, во-первых, научит, и, во-вторых, не испортит. Но если говорят, что выбирают, отбирают, вообще выбирают сами спортсмены, выбирают себе тренера чем? Тем, что они хорошо катаются. Потому что какой стимул? Вы знаете, есть ученики, допустим, сын, внук, есть сын приятеля, близкого. Есть ребенок высокого начальника, важной персоны. Но вы знаете, тренер все равно по-настоящему будет тренировать ребенка, в котором он видит потенциал и видит талант. Очень трудно заставить себя, вот я как тренер, мне очень трудно заниматься с людьми, которые не подают хороших надежд. А у вас бывало такое, что не вы, а ученик недоволен вами, и он говорит, Алексей Николаевич, я больше не хочу быть вашим подопечным, я ухожу к другому тренеру. Вы знаете, это нормально. Известный деятель фигурного катания Валентин Николаевич Писеев, когда мы пришли однажды с Леной Соколовой, такая фигуристка была, и Виктором Кудрявцевым к нему, а он был президентом. И девочка хотела перейти ко мне. Ну и что, там были какие-то трени, возникали. Что сказал Писеев? Писеев сказал, вы знаете, разводы были, есть и будут. Переходы спортсменов от тренера в тренеру были, есть и будут. И моя тренерская карьера в основном ко мне приходили, к нам в группу приходили, ко мне к моей супруге Татьяне, к моим коллегам приходили. Ну и были случаи, когда спортсмены уходят. И когда уходят, вот можно рассказать, когда уходят спортсмены. Вторая причина, спортсмен уходит, когда чувствуют, что тренер не может ему больше дать. Первая причина. Вторая причина, спортсмен уходит, когда спортсмену кажется, что тренер не может ему больше дать. А на самом деле он просто не может больше. спортсмены переходят когда их часто когда их сманивают ты знаешь переходи ко мне ты умрешь в тени плющенко впереди ко мне ты умрешь тени и этого качинского такие были такие случаи вот это еще один путь а еще одни причина одна причина обои просто сложилась спортсмен спортсмен рос потом возник какой-то предел вызванный переходным возрастом или конституционными изменениями в организме и спортсмен думает что этот тренер просто ослаб и еще его интеллектуальный потенциал тренера для меня слишком низок и он куда-то уходит но это просто портится личное отношение я знаю данный случай когда тренер со спортсменом испортили взаимоотношения потому что тренер разбил его автомобиль например кстати скажите четкой для всей для всей массовой аудитории как все-таки правильно туктамышева или туктамышева туктамышева для меня интересно другое обстоятельство не произношение а происхождение ее фамилия известный спортивный журналист артур вернер много писавший разного о фигурном катании он изучал генеалогическое древо туктамышевых и пришел к тому что ее рот ее идет вот племянника хана туктамыша а это племянник самого чингисхана так что вы знаете я с гордостью могу сказать что я тренирую потомка чингисхана но это будет для кого-то с гордостью алексей николаевич а для кого-то и не очень все таки чингисхан хоть и великий человек но много бед принес на русь для меня для меня чингисхан все-таки знаковая фигура и я думаю что лиза туктамышева может гордиться своими корнями которые уходят к самому чингисхану потому что и можно оценивать так или иначе его деятельность но том что это один из знаковых людей человеческой истории отрицать нельзя да то знаете как еще можно сказать правда не знаю как к этому отнесутся что туктамышева это убийца на льду то есть или или это некрасивая метафора на ваш взгляд что такое убийца человек да возьмем даже не лизу возьмем кого-то спортсмена который победил а что такое победил он достиг какого-то более высокого уровня чем другие чем его соперники что он сделал он просто двинул вперед спорт он двинул раскрыл возможности возможности человека в конце концов поэтому говорить о том что допустим спортсмен который побеждает или визу туктамыша убийца она конечно попортила кровь многим спортсменам за свою карьеру это никакое не убийство это шаги в будущее это прогресс это то что движет человечество вперед так также можно говорить о том что например электрическая тяга убила паровой котел она не убила она двинула человечества и весь транспорт железнодорожный вперед вы сильно расстроились алексей николаевич когда в россии подняли пенсионный возраст здесь есть два два аспекта если говорить о тех людях которые достигли уже пенсионного возраста и эту пенсию не получили с их позиции мне это не нравится если рассматривать перенос пенсионного возраста на более поздние сроки с позиции вообще развития нашего общества нашего государства может в этом есть определенный смысл определенный резон что мне не нравится вы знаете я опять стану на стезю фигурного катания дело в том что фигурное правило фигурного катания многие годы десятилетия были очень консервативные изменялись очень мало и все критиковали многие критиковали это но я хочу сказать что фигурное катание объединяет сотни тысячи может быть миллионы людей спортсмены тренеры судьи любители фигурного катания зрители дизайнеры музыканты люди которые делают спортивные обувь коньки ботинки это очень большой коллектив людей так вот этот вот корабль под названием фигурное катание нельзя раскачивать каждый год и вносить какие-то изменения тот консерватизм который был я оцениваю позитивно также и историю сменением пенсионного возраста надо такие события а это события если говорить социально они эпохальные события люди населения граждане страны должны быть к ним подготовлены заранее это должно постепенно происходить они так можно быть в срочном порядке вот этот аспект я хотел бы отметить также как сейчас фигурном катании говорят о маленькие девочки всех победили давайте давайте возьмем и в следующем году повысим возраст перехода в сеньоры старший возраст вы против нет я я не против не бы не потому что это во первых это зачем же душить прогресс фигурного катания это первое во вторых эти вещи тот же ребенок он планировал свою жизнь его родители планировали когда перейти во взрослые тут раз конгресс состоялся раз повысили возраст люди люди которые дети которые собирались выступать в следующем году взрослые уже не могут там выступать все эти вещи которые вовлечены большое количество людей социальных групп они не должны быть резкими и внезапными люди должны быть планировать свою жизнь и это тоже относятся наверное пенсионные реформы я почему еще спросил про пенсионную реформу вам 78 лет мы же мы можем назвать конечно с гордостью эту цифру но вы продолжаете работать ежедневно у вас новые чемпионы новые планы карьера вы вообще планируете когда-то уходить на пенсию и как вы ее себе представляете для меня в жизни есть какие-то ключевые фигуры так одну из таких фигур я могу назвать актера зельдина я его видел еще в учителе танцев когда он танцевал по моему с гитарой или с каком панджо мандолиной может быть мандолиной прекрасный танцор прекрасный актер пел и танцевал и я помню слова близких ему людей которые провожали его последний путь и одна из женщин очень умная она сказала смотрите этот человек ушел из жизни минуя период старости мой папа вообще был долгожитель он даже не умер он скончался погиб ударился и кончилась жизнь его нет естественных причин он жил до 95 лет и он когда приходил и ему трудно было стоять в очереди он говорил пропустите меня пожалуйста но я не старик я долгожитель и поэтому я думаю что таких людей не так много сейчас фигурном катании но по крайней мере мишин и москвина является долгожителем фигурного катания они ее стариками тут вот видите слово касса ну это вот это когда идите пожалуйста алексей николаевич а вы всю жизнь в холоде проводите на улице холодно на катке всегда холодно вас припасена с собой всегда какая-нибудь согревательная не знаю фляжечка нет практикует нет вы знаете что я вообще считаю наверное вряд ли вы оставите это в нашей записи но я хочу вам сказать я считаю что человек изобрел колесо электричество что он еще изобрел он изобрел двигатель внутреннего сгорания так вот наряду с этими достижениями к числу позитивов я отношу и создание алкоголя вот мы подходим дверям спорта юбилейным и там не место не то что алкоголю там даже запах алкоголя не должно быть потому что ничего более пагубного не может быть чем пример тренера который придет на тренировку и спортсмен почувствует то что не нужно чувствовать поэтому вот такое кредо у меня есть алкоголь и вина коньяки виски это достижение человечества и сейчас можно увидеть что все эти бренды они совершенствуются гордятся и человечество гордиться тем что она создала но вот хотя к этим дверям эти слова надо забыть а было такое алексей николаевич что ученик приходил под шафе к вам на тренировку за мою пятидесятилетнюю карьеру такой было был один случай ну он был причем это был просто когда случайный случайный я знаю одного спортсмена он тренировался до меня у игоря борисовича москвина был очень талантливый спортсмен его фамилия яблоков но его нету нет сейчас с нами и он его и говоришь просто лупасил физически как мужчина как мужчина мужчину за то что он приходит за то что он это и надо сказать что он просто этот спортсмен плохо закончил и он скончался на из-за этой по этой причине я хотел вас еще спросить про тут бери за обмениваетесь ли вы с ней опытом на этот вопрос я хочу ответить так что все фигурное катание и тренерские тренерские коллектив штаб он разделяется на несколько групп некоторые группы близкие дружат некоторые группы соревнуются и конкурируют и у них нейтральные взаимоотношения некоторые группы тренеров они носят несколько даже может быть такой острый характер и поэтому говорить о всеобщем содружестве тренерской группы аналогично допустим как тому что мы будем говорить о содружестве семей мантекки и капуле эти например вы спросили как я отношусь к выдающимся результатам которые показывает тренер тут беридзе ну выдающие результаты это я называю потому что это наверное тот термин который соответствует тому уровню мастерства которые девочки демонстрируют если говорить о том что вот они маленькие а потом они вырастут и перестанут прыгать они станут девушками они будут более женственные формы перед перестанут прыгать у меня есть на этот счет я придумал одно сравнение приносят из из роддома замечательного здорового ребенка и вот стоят люди говорят о ребеночек хороший ой какой замечательный глазки бровки какой крепенький какой умники ну умрет он же умрет он просто взрослеет и потом умрет ну 70 или 80 нет умрет умрет то же самое это семьи мантекки и капуля эти они говорят о да девочки хорошие но они потом не будут прыгать уже не будут давай что будут не будут я тоже умру и вы умрете поэтому давайте говорить о том что девочки демонстрируют высокий класс высокого мастерства давайте радоваться и гордиться ими а сейчас эйтери тут беридзе является наиболее яркой фигурой на небосклоне нашего отечественного фигурного катания поэтому говорить о преимуществах и в моих преимуществах ее в каждом системе есть свои плюсы есть минусы если сейчас она демонстрирует такие результаты которые показывают ее девочки она сейчас лидер моральный и спортивный лидер нашего отечественного фигурного катания так это надо и понимать но как то же так получилось что в прошлом году не ее ученицы а ваша ученица софи самодурова выиграла чемпионат европы ну тоже ну ну получилось но вот на чемпионате европы так получилось что соня самодурова обыграла алину загитову ну в стенах этого дворца спорта юбилейный когда мы победили белоусова и протопопова я сказал победили но не превзошли ну то же самое можно сказать и сони самодуровой она победила алину загитову но вряд ли можно говорить что она ее превзошла какую цель ставите перед елизаветы туктамышевой на сезон вы знаете я разговаривал после прокатов после осенних прокатов которые состоялись у нас москве в лужниках я разговаривал с руководством фигурного катера горшкову президентом альсан георгиевич маршков он разговаривал с альсан ильичом коганом и они посмотрели сказали единственное что сейчас лизе есть лизе нужно это стабильность потому что она вышла сейчас на очень высокий уровень она наверное в россии единственная кто имеет в двух программах 3 тройных акселя делает она их тву 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 одна из она является одной из спортсменов которые наиболее качественно исполняли тройный аксель за всю историю этого вида спорта если говорить о лизе туктамышевой тоже какие-то колебательные процессы возрастание увеличение и уменьшение координационных возможностей наблюдались и надумаю что вот это явление наверное достойно того чтобы его изучали и физиологи и психологи и тренеры и педагоги это вопрос явление очень сложная которая лишила часто лишала надежд на олимпийскую корону многих спортсменов но не надо смотреть на это так пессимистично вот та же самая лиза туктамышева в прошлом сезоне демонстрировала блестящее блестящее катание и показала второй результат в мире по сумме многоборья сейчас алексей николаевич мишин показывает елизавете туктамышевой как нужно правильно делать прыжок все мы прекрасно понимаем что мишин может в любой момент сейчас взять прыгнуть и сделать четверной прыжок как молодой 18-летний фигурист у лизы пока это не получается и сейчас весь процесс заключается в том что мы ждем когда туктамышева прыгнет а мишин даст ей правильные на то указания но сама лиза очень часто с юмором относится к самой себе в положительном разумеется ключе называет себя в том числе и уже пенсионеркой фигурного катания на тренировках она часто шутит таким вот образом называя себя уже старушкой пенсионеркой но знаете у нас потому как идут тренировки там до шуток насчет пенсионерки тоже не доходят это я могу начать тренировать я пенсионер пенсионер тренер у нас совершенно другая атмосфера и так до такого в такой тональности у нас бесед бесед не проходит а что если говорить о социальных сетях там вы правы она человек с юмором и вы знаете она является ярким примером той формулы которую я люблю повторять если мы не будем смеяться над собой над нами будет смеяться жизнь вот поэтому давайте смеяться над собой и будем смеяться доброжелательно мы все здесь питере гордимся нашим юбилейным мой отец как-то и когда я был подростком мы шли по набережной невы он говорит лёша ты должен гордиться ты живешь таком замечательном городе мы сейчас едем с васильевского острова по западному скоростному диаметру едем по вантовому мосту справа у нас газпром арена я говорю еду с внуком и говорю лёша мишин джуниор младший лёша ты счастливый человек ты же в таком замечательном городе и вы знаете опять вспоминаются такие пессимистические нотки которые раздавались вокруг коспром арена конечно конечно и стратили много денег разворовали наверное тоже немало но сейчас когда мы идем мимо решетки летнего сада я думаю что кто теперь считает сколько она тоже да была дорогой и наверное там тоже не дешевый и точно не дешевый и наверное тоже что-то воровали там при строительстве но не это главное 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 что мы гордимся нашим городом